Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Готово! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Готово! Это был экшен. Две неудачных попытки и только с третьего раза получилось. Сироп этот варился аж четыре часа. Он, кстати, должен был загустеть, но нет, этого не случилось. С первых неудачных попыток я знала, что сироп вроде как должен загустеть, и поэтому мы решили залить его в мяч. Налила мяч до краев, сунула туда полипропиленовую палку в надежде, что мяч будет держать форму. Но опять нет, сироп начал вытекать. Тогда я примотала мяч проволокой и налила сироп через палку. Но все, опять развалилась. Кстати, если нравится видео, жми на сердечко и делись им с другом. В общем, я потиханула, закрепила край прищепкой и оставила застывать в стены. И ура! На следующий день он все-таки застыл. С этого дня я ненавижу чупачупсы. Семнадцать килограмм панкейков. Такой же сумасшедший, как и я. Давай готовить вместе. Берем 5 литров молока, 6 пачек маргарина, 20 яиц, разделяем на белки и желтки. Белки взбиваем до пиках, желтки и маргарин кидаем молоко. Ну и мукичка, самая малая, 6 килограмм. И разрыхлитель не забудь. Все взбиваем. Теперь белки аккуратно, аккуратно я говорю, подмешиваем к тесту. Выливаем в полуметровую сковороду. Все! Выпекаем при 150 градусах. Правда, полтора часа каждый. Десяти килограммовый леденец. Показываю, как сделала. Взяла кучу сахара, залила водой, поставила на огонь. Ну а пока подготовлю форму. В своем любимом стареньком тазике подсулила дырку. Вставила палочку для леденца, загерметила клеем. Тем временем сироп в одной кастрюле уже готов, а в другой уже сгорел. Мычала-мычала, начиная сначала. Татуху себе шли такую сделать. В общем, варим заново, выливаем все в таз, оставляем застывать. Когда застыл, прорезаем с двух сторон паяльником. И вынимаем. Чудо-леденец готов. Лизать не перелизать. Как раз до конца года хватит. Ну что, ребятки, маленькая пицца это хорошо, а мега огромная еще лучше. Интересно, как я ее сделала без огромной печки, просто у себя на кухне. Ну тогда смотри. Завела я огромный таз теста для пиццы. Рецепт, кстати, взяла у настоящего итальянца. Тесто получилось божественное, мягкое, воздушное. Я его разделила на части и каждый кусочек испекла на обычном противне. Получилась вот такая стопка готовых коржей для пиццы. Из них чуть позже сделаю единый кусок. Не удивляйтесь, что я затащила в кадр фанеру. Из нее я вырежу что-то вроде подноса, на котором буду делать пиццу. Вот такой он получился почти с меня ростом. Поднос я полностью затянула фольгой и на него выложила коржи для пиццы. И, конечно, обрезала по форме подноса. Пиццу я делаю маргариту, поэтому берем только тесто, соус и сыр. За соус спасибо моей бабуле. Ушло аж 6 банок. Ну а теперь самое интересное. Берем моцареллу, натираем ее на терке и полностью покрываем ею пиццу. А теперь возникает вопрос, как же растопить весь этот сыр? Было несколько вариантов. Первый, который я испробовала, был такой. Я просто взяла газовую горелку и начала плавить сыр. Все бы неплохо, но он начал гореть. А этого нам не надо. И тут я вспомнила, что у меня есть совсем новенький строительный фен. Он выдает бешеный жар, плавит пластик. И поэтому с сыром справился без проблем. Кстати, если нравится, жми сердечко, отправь видео другу и подпишись. Если вспомнить, сколько всего было, это и коржи, которые выпекались 8 часов, и фанера, которую мы везли в легковушке, и моцарелла, которую мне муж вез из Москвы. В общем, было весело. А пицца, кстати, получалась очень вкусная. Мороженое из кока-колы огромное. Берем пол-литра колы и наливаем ее в стакан. Не всю, а половину. Ставим в морозилку до полного застывания. Теперь делаем сливочный слой. Просто растворяем в сливках сахар. Кола замерзла, выливаем половину сливок. Не забываем ставить палку. Опять замораживаем, слои повторяем. Каждый еще раз. Когда замерзла, снимаем форму и пытаемся все это съесть. Если получится. Ну что, ребятки, увеличиваем кейк-попс. Я уже напекла бисквитов, они такие воздушные, но это ненадолго. Разрываем их на части и превращаем в бисквитную крошку с помощью блендера. Потом добавляем абрикосовое варенье. Все тщательно перемешиваем. Потом добавляем масло, ну или маргаринчик. Это чтобы все это держалось и не развалилось. Ну а теперь лепим шарик. Плотно его утрамбовываем и в морозилку минут на 30. Все, он немного подморозился. Теперь топим шоколад. И пытаемся обмакнуть кейк-попс. Но нет, так не пойдет. Он разваливается. Придется просто обмазывать его сверху. Мажем, украшаем посыпками и опять убираем в морозилку. Минут на 10. Все, вставляем палку и наслаждаемся. Ну а теперь... Та-дам! Ну что, ребятки, как и просили, здоровенная метровая шаурма. Да еще и оранжевая. Берем 6 листов лаваша и раскидываем их по столу. Потом делаем соус. Я сделала кетча смет п польза. Разливаем его по лавашу, а потом накидываем, что под руку попалось. У меня капуска, мяско, огурчик, помидорчик. Потом аккуратно заворачиваю. Но нет, аккуратно это, конечно, не про меня. Поэтому она порвалась в 100 местах. Кстати, если нравится видео, жми на сердечко и поделись им с другом. Вот такая оранжевая колбасень получилась. Ну что, едим? Я ж на массе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, сегодня опять мяско. Правда, не из свиной башки, а из курицы. И не только мяско, а еще и булка, овощи, сырок. В общем, делаем здоровенный бургер. 2-х килограммовая котлета уже готова. Булка разрезана, можно собирать. Наливаем кетчуп или соус. Сверху кладем котлетищу. Потом из маленьких кусочков сыра я с помощью пищевой пленки сделала вот такой один огромный кусок сыра. Выкладываем его на котлету. Да, еще я добавила немного сальца, ну или бекона. Ну и еще салат и помидорки. Кстати, если тебе нравится, жми на сердечко и подписывайся. Вот и все. Накрываем булкой. Ее, кстати, тоже можно смазать соусом. Ну и, как всегда, думала, что будем есть неделю. Но смели за один день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, несколько раз уже видели, как я кусаю огромный донат, а как я готовила его не видели? Показываю. Сначала завожу дрожжевое тесто. Теплая вода, дрожжи, соль, сахар, масло, яйца. Все перемешиваем и всыпаем муку. Замешиваю пругое тесто. Почему пругое? Да потому что такую махину из мягкого теста невозможно будет перевернуть при обжаривании. Поверьте моему горькому опыту, а лучше посмотрите видео на моем YouTube. Формируем пончик и обжариваем. Теперь сверху его нужно чем-то обмазать. Есть масса вариантов, разные помадки, шоколад. Я сделала меренгу с желатином. Покрасила его в два цвета, в розовый и в оранжевый. Нанесла на пончик, сверху украсила посыпками. Весит, кстати, он 5 килограмм. Думаешь, что за колбаса? Нет, это огромная пирожная картошка. Готовим. Берем 8 килограмм печенья, половину измельчаем мясорубки, половину руками. Туда же 300 грамм какао перемешиваем. Потом вливаем 500 грамм растопленного масла. Ну а теперь сгущенка. 3 литра. Все выливаем и перемешиваем. Нравится? Не забудь нажать на сердечко и подписаться. Еще разок перемешиваем и можно вываливать на стол. Ну вот, почти все. Осталось только хлепить как надо и украсить немного. А то как-то неэстетично и что-то невольно напоминает. Но все равно, так вкусно! Ну что, увеличим картошечку фри? Чистим картошку целый ящик. А чем я на это подписалась? Варим пюрешку. Вот такие две кастрюли. Берем противень, посыпаем пюре. Блин, опять испачкать. В морозилку на пару часов. Берем посудину, в которой можно жарить. И льем масло. Много масла. Опять масло. Разрезаем замороженное пюре на полоски и обжариваем со всех сторон. Готово! Я не поленилась и даже сделала коробочку. Ну что, пробуем. Хрустит, корочка? Хрустит! По просьбам трудящихся готовим огромный корн-дог. Делаем кляр. Берем две муки, кукурузную и пшеничную. Потом соль, соду и папуку. Еще нужно будет яйцо и молоко. Все смешиваем. Кляр должен быть густым, иначе сползет с колбасой. И опять меня выручила огромная вареная колбаса. Нанизываем ее на палку и обмазываем кляром. Если нравится, жми на сердечко и делись видео с другом. Я, кстати, забыла обсыпать колбасу мукой, и поэтому кляр начал сползать. Блин, но ничего. Жарим и где надо подмазываем кляром. Вот такая вот макина получилась. Ребята, приготовила я тут огромный бургер-пончик. Смотри как. Замесила воздушное дрожжевое тесто, выложила его в форму, выдавила дырку и поставила печься. Потом сделала фарш. Из него пожарила огромную котлету. И даже нормально перевернула. Пончик готов. Разрезаем, льем соус сверху котлетищу и немного сальца. Думаю, что сверху все просто. Это голубой майонез. Мажем сверху пончик и украшаем бусинами. Блин, главное зубы об них не сломать.